8 декабря Я прошу вас, верьте и надейтесь, крепче за руки держитесь, как друзья, напугать нас за хрохотом орудий, да, возможно, победить нельзя. Спасибо. Школьников и гостей пригласили на небольшую экскурсию в районный музей боевой и трудовой славы Петровского района, который располагается здесь же в школе. В 1967 году был построен на месте концлагеря мемориал, постройка которого принимали лучшие советские и латвийские архитекторы. Эдуард Александрович выступил со словами благодарности перед школьниками и дал им небольшое напутствие. Вы слышали о том, что какой подвес совершил люди, которые, жители этого района, которые погибли под Александровкой. Они погибли ради того, чтобы могли потом дальше выжить. Потому что если бы это не произошло, враг зашел бы сюда, неизвестно, чем бы это все закончилось. Поэтому чтите память тех, кто сейчас тоже же гибнет за вашу жизнь. Поверьте, они погибают не за себя, не погибают за всех вас. Потому что только из-за того, что вы живете здесь и учитесь в этой школе, вы уже герои. Вы со временем это поймете. Но вы уже герои, просто находясь здесь. И герои ваши родители, потому что они тоже остались здесь. Директор общеобразовательной школы номер 101 рассказала журналистам о патриотическом воспитании подрастающего поколения и о жизни школы. Мы очень много делаем в этом направлении, потому что у нас очень давно, с 2008 года музей. Мы работаем в направлении военно-патриотического воспитания. Школа поставила во главу угла себе это еще раньше, но сейчас переориентировалась, потому что республика другая, государство другое. И должны быть другие установки, и других патриотов мы воспитываем сейчас. Патриотов Донецкой Народной Республики. Вы сегодня слушали, как наши дети выступали. Мы стараемся все сделать для того, чтобы дети сейчас не чувствовали себя в тревожном состоянии, в котором мы все находимся. И понимали четко, что если они помнят, и с нашей помощью они вспомнят о том, что было до них, что была Великая Отечественная война, был Афганистан, вот сейчас наши ополченцы, что вот тогда будет жить наше государство. Потому что без памяти нет ничего. Если памяти не будет нашей человеческой, нашей общечеловеческой памяти, тогда, я думаю, что мы не сможем вырастить патриотов, а будет вот то, что сейчас происходит в Украине. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok